Всем доброго времени суток, это Кела, это мой ежедневник, которым я хотела бы с вами поделиться. Я веду свои записи в ежедневнике, точнее в ребуке от фирмы Орла. Он у меня уже два года, поэтому он у меня уже немножечко потертый, резиночка уже растянутая. Это безмерное количество листов, которое в нем раньше было, а сейчас, мне стало, конечно, поменьше. В чем прелесть этого ребука? Это в системе то, что он дисковый. Не только я его могу вертеть на все 360 градусов, но есть у него такая прелесть, как вытащи листик и ставил его обратно туда, где тебе надо. Если где-то ошибся, ты можешь выдать листик, не боясь, что у тебя развалится весь твой ежедневник. Плюс тебе не надо листать долго до твоего месяца, который наступившего месяца. Все у тебя уже есть в начале, ты это прекрасно можешь нарисовать, даже напечатать на принтере все, что тебе надо. Конечно, на квадратном ежедневнике с этим проблематично. А вот на А4, А5, А6 ты можешь свои странички распечатать и потом вставить сюда. Тем более, что у этой фирмы даже вышел уже собственный мирокол, чтобы делать ставки. Моя мечта. Ну, пока что мы обходимся с подарковым набором листов. В чем прелесть еще этого ежедневника, конкретно вот этого квадратного, в том, что я могу его поставить, что вы видели в начале видео. То есть он может вставить как календарь, для меня как типичного прокрастинатора. Это очень важно, когда все мои задачи, все мои планы, они у меня перед глазами. И банально, опять же, ежедневник всегда у меня так же перед глазами, и я не забываю его вести. Лей. Лей, иногда, да. Но я уже, по крайней мере, про него не забываю, чтобы у меня где-то там в рюкзаке или еще в каком-нибудь месте. И сегодня я вам хотела как раз рассказать про мои октябрьские разворота. Тут ничего сверх оригинального. Все простенько, все немножечко минималистично, потому что, опять же, это всегда стоит у меня перед глазами. И что-то олепистое, вычерное. И меня, скорее всего, за 31 день просто будет начинать раздражать. Что же у нас тут? Обычная табличка календаря. Сразу с 30-м. Я предпочитаю начинать неделю именно с понедельника, даже если там кусочек другого месяца. Чтобы у меня... Потому что, в основном, все мои планы рассчитываются на неделю. Здесь, сюда я, в основном, заношу задачи, которые мне необходимо выполнить в этот день. От трех, иногда до пяти. Но, в основном, это что-то действительно важное, о чем нельзя забыть. То есть, там, английский, поход к врачу и прочие мои задачки на день. Это не рутинная. Для рутинных меня отдельная страничка. Также здесь мои цели на месяц. Что я в этом месяце обязательно хочу сделать. Свои маленькие челленджи. То есть, выучить 200 слов в английском. Для меня это челлендж. Нарисовать две работы для продажи. Это отдельный разговор. И, конечно, в октябре я хотела бы от начала до конца пройти весь инктор. Плюс у меня здесь, как вы видите, куча-куча летучих мышек. И на самом деле это не просто мышки, а мой маленький трекер настроения. Я, правда, не придумала, какой цвет что будет обозначать. То есть, точнее как, я пришла к выводу, что просто, если мне покажется, что день был плохой, и моя сильная депрессия меня нагнала, я просто буду закрашивать мою несчастную мышку черный цветом. Так я к концу месяца вижу, насколько же все было плохо. И я себя просто опять накручиваю. Ну, надеюсь, что все мои мышки останутся светленькими. Либо, ну, наполовину раскрашу. На следующей стороне у нас, говоря об инктобере, это как раз мои планы на мои социальные сети. То есть, Инфаграм, Ютуб, ВК, Твич, Миксер и прочее. Ну, пока что я сюда вынесла только темы инктобера сразу. Ну, обычно все важные задачи все записывают сверху, но нет. Все, что я знаю, что я точно хочу сделать, причем в течение месяца, я пишу внизу. А текущие, неожиданно прилетевшие идейки я уже записываю последовательно в кляточках. Ну, и вот я надеюсь, что хоть какой-то челлендж я все-таки пройду до конца. Мой прошел в этом месяце сентябрьский челлендж, и я все-таки забросила. Ну, я молодец, я там продержалась неделю. Но все-таки, надеюсь, в этот раз я выдержу весь месяц. Также сюда я, надеюсь, начну вносить расписание своих видео, чтобы они стали регулярными. Это не только видео про мои ежедневные, которые, я надеюсь, станет больше, и вам это будет интересно. Ну, и также процессы моего рисования, может быть, какие-нибудь вырезки с моих стримов. Или еще что-нибудь интересное придумай, кто меня знает. Посмотрим. Ну, а следующий мой разворот, это как раз мои рутины, о которых я уже говорила выше. Что они себе представляют? Ну, утренние рутины и вечерние рутины. Тут ничего сложного и тоже ничего сверхоригинального. Своё оформление в плане значёчков я подоледела. Ну, в принципе, тут, думаю, тоже всё довольно-таки доходчиво, насколько это может передать камера мобильного телефона. С чего же мое утро начинается? Это с типичных взвешивания, замеры всяческие, стакан воды, зарядка, медитация, водные процедуры. И где-то там промежуточки мои походы с сыном в детский сад, завтрак. И дальше зарядка для моих мозгов, то есть английский, скетчинг, writing and typing. То есть нарисую в своём скетчбуке, что-нибудь пишу, может, просто в своём дневнике даю выход своим мыслям. Может, делаю наброски в черновиках для своих каких-нибудь постов либо историй. И typing. То есть я хочу освоить, ну, хотя бы, если не в этом месяце, то хотя бы до конца года, технику слепого печатания. Потому что это очень нужно мне сейчас в последнее время. И надеюсь, что я, наконец, это освою нормально. Ну, а вечерние, рутины, по большинству свою, можно сказать, те же мои утренние рутины, только о диркальном порядке. То есть это опять у меня либо чтение, либо сама что-то пишу, дневники, опять же, или черновики, английский закрепляю, либо делаю домашку, прописи, потому что кое-кто хочет тут развить свою левую руку. Вот, и если уж не работать ими одновременно, но хотя бы быть на подстраховке. Плюс, опять же, это развивает второе полушарие. Надеюсь, что это добавит мне креатива. Ну, кто его знает. И следующий пункт это у нас планирование. То бишь, каждый вечер я буду стараться, по крайней мере, я надеюсь, планировать следующий свой день наперед. Или в следующую неделю, если по воскресеньям, так же в конце месяца, в следующий месяц и так далее. И когда-нибудь, может быть, лишь моя жизнь придет к порядку. Опять это у нас тут тайпинг и медитация. Вот, это мой самый проблемный вечерний пункт. Разве что проблем не только уборка вечерняя. То есть, не глобальная, конечно, уборка, а вот убрать за собой рабочее место хотя бы после всех моих дней. Доставить ребенку брать игрушки и так далее. И опять у нас взвешивание, потому что мой жор надо сейчас контролировать, если я хочу похудеть. И, конечно же, вечерние процедуры. Как я уже сказала, ничего сверх оригинального, все типичное, все как у всех. И на обратной стороне, как я уже говорила о контроле, это мои метрики. Моя забота о моем теле. То бишь, это как раз всегда из-за нашей всей своей данной. То есть, вес утром, вес вечером. Талия, живот, бедра. Сколько я простояла в планке. И пройденные мною шаги. В этом маленьком календарике я хочу отслеживать свои успехи на другом майн-челлендже, который я так-то отслеживаю на компьютере. Это Workout 100-дневка. Так и есть сайт, называется 100.workout.so. Сейчас как раз 100 дней до Нового года. 23 сентября, и вот я сюда буду записывать свои успехи в плане, сколько я сделала и чего повторов. Надеюсь, что все-таки к концу года я так же продержусь, как и с октября в этом месяце. И что к концу месяца вот эти две шкалы порадуют меня. Ну, если не циферка 5 в начале, то хотя бы циферка 0 на втором месте. И, в принципе, на этом все. Да, всего 4 разворота. Так-то дальше там идут коллекции. Но про коллекции я хочу сделать отдельное видео. И я надеюсь, что вам это будет тоже интересно посмотреть, какие коллекции я веду. Также у меня к вам будет очень убедительная просьба в комментариях написать, какие коллекции есть у вас. Или, может, какие идеи коллекции вы можете мне предложить. Потому что так-то некоторые я еще до конца не дорисовала. Это раз. А во-вторых, я что-то могла запыть, несмотря на все свои записи. Да-да-да, я так могу. Это даже более вероятно, чем то, что я просто не нарисовала. Вот. И также хотелось бы узнать все ваши пожелания, идеи для моего канала. Что вам было бы еще интересно. Чтобы вам было интересно это все смотреть. И, конечно же, куда более традиционно, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь. На моем канале, я надеюсь, что будут не только ежедневники, но дальше продолжим укладывать видео своих процессов рисования. Надеюсь, это вам тоже будет интересно. А там, может, как-нибудь мой контент еще расширится. И вам также будет все интересно. А на этом все. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Надеюсь, до конца. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok